Завершается главное музыкальное событие сезона – Дальневосточная весна. Под занавес на сцену выйдет сразу два оркестра. Зрители представят мировую премьеру. Какую? Расскажет Ольга Сомкина. На репетиции дирижёру приходится переходить с русского на английский. На сцене филармонии играют музыканты разных национальностей. Русские, китайцы, немцы, французы. На закрытии фестиваля «Дальневосточная весна» играть будет международный оркестр. Идея объединить два коллектива – пекинский и тихоокеанский симфонический – принадлежит Марии Науэн. Началось всё с того, что «Дальневосточная весна» в апреле – прекрасное время. Очень подходило для нашего оркестра для того, чтобы выехать и посотрудничать. Около 20 лет назад выпускница Дальневосточного института искусств, позже Венской консерватории, Мария вышла замуж за иностранца. С мужем уехала в Китай, где организовала Пекинский международный оркестр. Уже больше 10 лет вместе с коллективом играет классику. Произведения Мендельсона, Римского, Корсакова, Дунаевского исполнят в программе заключительного вечера. А также мировую премьеру – симфоническую сюиту «Морские пейзажи». Было написано произведение мной, называется «Морские пейзажи». Оно посвящено памяти моего отца, профессионального художника из Владивостока, Петрова Николая Николаевича. На следующей неделе будет ровно год, как он ушёл из жизни. Исполнение произведения будет сопровождаться картинами художника Николая Петрова, в честь которого и написано сюита. Так же, как и музыка, они посвящены морю, сильным людям, влюблённым в стихию. Ольга Сомкина, Максим Евсеев, Панорама.